Алло, извините, моя эмоция, мама твоя сегодня чуданула, ну просто пипец, Макс. Я просто нифига и не понял, что там было. Там, смотри, там, в отличие от этих помещений, принадлежит епархии. Епархия и Даша дают полностью по центру реабилитации атошников. И сейчас подали документы на вторую часть, то есть на одну вторую, чтобы полностью помещение прибежало епархии, делать там нормальный центр. Мама там находится твоя, незаконно. Документов у нее нет никаких. Я так понимаю, что есть на уровне у меня какие-то документы? Да нет ничего, Макс. Нет. Так а что там за официальное письмо с исполкома, о котором там говорили с этого легиона? Ребята. Что за? Говорю, что там за официальное письмо с исполкома, о котором говорили эти ребята с этого легиона? Как он, легион правды там, да? Так что, это все мы, я, Виталик Белгадзе, Азовец, там все мы в этой организации. Так что, подожди, получается исполком череда епархии, да? Вот это вот здание или что? А это оно принадлежит еще там 3-4-й по этой части епархии еще уже 15 лет. 15 лет? Да. А почему эти, ну, как бы, терки, я не могу понять, должны были как-то бы улаживаться, что ли, там, между, не знаю, там, Валентиной и Мамай, там, и, как-то так, знаешь, непонятно просто, что нахрапом приехали, я ничего не понимаю. Сначала были на позапрошлой неделе, там, пацаны приезжали в помещение, смотрели, смотрели, что там сколько денег надо на ремонт и на все остальное, мать твоя в курсе была. Ежи она там на этой территории, у нее там ни света нет, света опять леваком подключен, для сначала епархию вставила на 300 тысяч штраф. Они потом официально отключили свет, сейчас подключилась от морпехов она, скорее всего. Сейчас еще и морпехов вставят, понимаешь, за то, что дали ей подключиться электроэнергии незаконно. Я понял, так а чего вообще ребята с этого региона, чего хотят они от нее? Ну, не они хотят, епархия хочет свое помещение, и мы делаем там центр реабилитации атошников и жилье социальное. Я понял, а как это все там с приютом будет делиться? С приютом? Там приюта не будет в прионе. А куда, а куда не... Я вот так, смотри, я там был первый раз, вот реально первый раз. Назвать это приютом, я не могу это назвать приютом. Это территория, где собрана неимоверная куча собак, территория не огражденная, срач и все остальное, я это приютом назвать не могу. Ну, реально не могу. Твоей маме нет, чтобы найти общий язык, она пошла в сторону конченого товарища Олежки. К хорошему это не приведет, это я тебе серьезно говорю. Если до этого еще как бы интересы не пересекались, то сейчас интересы полностью пересеклись. Вот и все. А куда собак девать собираются, мне интересно. Ну, мама ж твоя хочет, чтобы их вакцинировали и отпускали. Ну, пусть домой себе берет. И все вот эти вот синицы и прочее, прочее, прочее. А горячок там при каких делах тогда? В смысле? Ну, именно горячок просто, мне интересно. Ну, приехал в город Владыка. Горячок там присутствовал как представитель власти. И Зубович там и кто там еще с исполкома был. На молитве были, потом поехали освещать центр реабилитации. Угу. Ну, мама твоя устраивала провокацию, провыпускала собак, поразбрасывала кости, блин, фарш по всей территории. Угу. Я понял. Ну, вот и все. Ну, ну... Не, мне просто интересно узнать, Влад, какие вообще планы там, хотя бы на будущее. То есть, я тоже нифига не могу понять. Мне просто интересно разобраться как для себя. То есть, чего там вообще... Я тебе рассказываю, твоя мать не права, Макс. Вообще не права. Ну, вот реально вообще она не права. И плюс сейчас еще вот этим сегодняшним случаем она создала себе еще один дополнительный геморрой. То есть, ты говоришь, что... Власти ее трогать не будут, ее никто не будет. Там ни Горячок, ни мэр, ее никто не... Власти не будут ее трогать. То есть... Ее отплошники оттуда вытянули. Вместе с ее собаками. Вот так вот это будет выглядеть. Подожди, а что я не могу... А закусся Олежка тогда откуда? Он же вроде как бы тоже Атошник. Кто? Ну, Олежка ж типа Атошник, говорю. Так а какой тогда закус? Я видел, где ты видел одного за Атошника не считает. И я его за Атошника не считаю. Поэтому я с ним запустился. Ты видел, что там на меня пишут? Да я видел, видел. Но... Ну пусть пишут. За базар ответят. И Кисель и все остальные. Сейчас вот. После праздника все выходные. А что он там с этим легионом не поделил? Что Олежка именно с этим легионом не поделил неинтересно? Или они его вообще не считают тоже, только говоришь за то, что... А его не считают. Там к нему очень много вопросов. Очень много вопросов. За орден, за хорошее отношение к нему и все остальное. Ну это многие люди пишут. Очень много вопросов. Это знаю. Это да, это такое и есть. Поэтому... А твоя мама решила ставку сделать на придурка, который бегает, орет. Ну... Ну сделал ставку. Ну и дальше что? И плюс сегодня. Я говорю, я ее честно, я не понял ее. Я даже с ней не разговаривал. Ходила с телефоном. Мне так хотелось сказать Вальше, что совсем... Совсем уже с катушек съехала. Да она с ним не... Блин. Да, Мак. Да ну... Не рассказывай мне. Что с синицей. Что с этим придурком. Блин. Когда вопросы можно было все нормально решить по-тихому. Все бы было замечательно. Она решила на храпом. Ну ни хрена у нее на храпом не получится. Скажите, вот то, что я сегодня увидел. Вот я первый раз. Вот реально первый раз. И я приюта там не видел. Я увидел там реально жестокое обращение с животными. Вот что я там увидел. Ну я не буду комментировать там все эти вещи. Почему? Я это все комментировать не буду, говорю. Потому что я там был сто лет назад. И даже не знаю, как оно там все выглядит. Ну вот я тебе говорю то, что я вот первый раз вот попал туда. То, что я увидел. Я там приют не увидел. Не то, что лечит мать твоя и там... Что там с ней рядом. Что они так любят животных. Вот сегодняшний раз это так. Это не потому, что вот чисто вот то, что я увидел. Я увидел там жестокое обращение с животными. Реально жестокое обращение с животными. Вот эти условия все и все остальное это вот именно так и называется. Я бы и не советовал Бучу на наоборот найти какие-то общие языки. Ну хорошо, а какие ты видишь компромиссы в этой ситуации? А? Какие ты, я говорю, в этой ситуации видишь компромиссы? Так нужно просто приходить и разговаривать. Лично просто я уже листал из каких-то компромиссов между... Нет, она же не разговаривает, она орет, Макс. Она орет. Ну хорошо, а твое видение какое? Мне интересно просто, чтобы ты мне дал понять. Какое вот твое видение лично? Ну это не телефонный разговар вообще-то. Ну реально не телефонный. Но видение не только мое как бы. Есть видение. Ей готовы помочь и там совсем другие люди. Ей готовы реально помочь, но так как она себя ведет. Ну реально, Макс... Слышишь? Просто если по факту возможен какой-то компромисс, его в любом случае достигать надо. Давай завтра созвонимся, переговорим. А я могу к тебе и зайти с переговорей тут. А? Я говорю, могу и забежать к тебе переговорить. А, ну давай завтра заскочишь тогда. Наберешь и заскочишь. Вечер там можно еще раз? Все, давай. Ага, давай. Вечер там можно. Наберешь! Спасибо! Продолжение следует...